Армения провозгласила христианство своей государственной религией еще в 4 веке, в 301 году н.э., став первой страной в мире, официально принявшей эту религию, как государственную. И произошло это как раз на месте современного монастыря Хор-Вираб, куда мы и заезжаем по пути из Тотела в Иереван. Армянская апостольская церковь – одна из древнейших христианских церквей, отличающаяся как от византийского православия, так и от римского католицизма. Согласно легенде, первым патриархом был святой Григорий Просветитель, который обратил в христианство армянского царя Трдата III. Григорий Просветитель был сыном Парфянина, убившего армянского царя Хасрова, из-за этого казненного, как и все его семейство. Но младшему сыну Григорию удалось спастись. В Кесаре Капокодийской мальчик был крещен и получил христианское воспитание. Уже взрослым Григорий отправился в Рим и поступил в услужение к сыну Хасрова – Теридату, впоследствии Трдату III, надеясь загладить вину своего отца. В 287 году Трдат с помощью римских легионов вернул себе отцовский престол в Армении. А Григория за исповедование христианства заточил в темницу, ведь Трдат III поклонялся языческим богам. Темница находилась на месте современного монастыря Хор-Вираб, где когда-то был древний город Арташат, бывшая столица Армении. На холме под церковью была тюремная яма, где содержали людей, как в камере смертников. Григория-просветителя, связанного по рукам и ногам, бросили в тюремную яму. Яма была усыпана змеями, скорпионами и другими ядовитыми существами, и в ней чувствовалось зловоние гниющей плоти. 14 лет спустя Трдат заболел необычной болезнью. Он в ярости вышел из своей колесницы и начал ругаться. Затем неожиданно превратился в свинью. Так гласит легенда. Сестра Трдата, увидев во сне ангела, сказала придворным, что безумие царя не пройдет до тех пор, пока не будет освобожден Григорий. Придворные ей не поверили, но ангел приходил к сестре еще несколько раз. И только тогда Григория решили выпустить на свободу. Опустив веревку в яму, ему закричали, «Григорий, если ты жив, выходи!» «Бог, которому ты молился, приказал освободить тебя!» Григорий схватил веревку, и они вытащили его на свет. Кожа проповедника выглядела черной, как уголь, но он отмылся и стал похож на человека. Григорий встал на колени рядом с королем и начал молиться, прося исцелить Трдата. Вскоре король снова превратился в человека и позабыл о своей болезни. С этого дня Трдат стал самым верным и преданным сторонником христианства. Официальное принятие христианства произошло именно в том месте, где была расположена тюремная яма, и затем был построен монастырь Хор-Верабу. Вход в яму и сейчас сохранился, и туда даже пускают туристов. Яма-подземелье тоже сохранилась. Она имеет диаметр в 4,4 метра и высоту 6 метров. Туристы спокойно спускаются сюда по узкой лестнице, чтобы ощутить всю атмосферу той обстановки. А Григорий Просветитель выжил только благодаря тому, что нашлась добрая женщина, которая все эти годы спускала ему на веревке в корзине еду и воду. Над тюремным подземельем изначально была построена часовня из Белого известняка в 642 году по поручению одного из самых великих католикосов в истории Армении, Нерсеса III, строителя, прославившегося своей строительной деятельностью. По форме она напоминала разрушенный землетрясением храм Звартноц, но впоследствии тоже была разрушена. Вместо нее в 1662 году построена существующая и по сей день церковь. Нерсер III, строитель, также положил конец расколу между религией и политикой. В Хорверапе рядом с мощами святого Григора или Григория Просветителя находится и его могила. Этот крепостной монастырь является местом паломничества, одно из самых почитаемых мест Армении, священное для армянской апостольской церкви. Здесь располагалась духовная семинария и резиденция армянских католикосов. Хорверап находится буквально в километре от Турции. Несколько сотен метров и уже смотровые вышки, а за ними уже и Турция, в которую попасть из Армении никак не получится. У стен монастыря открывается прекрасная панорама огромного Арарата. Но в этот раз Арарата практически не было видно. Он утопал в дымке, как и в 1837 году, когда Армению посетил государь Николай I. Император очень хотел увидеть библейскую гору Арарат и трижды приезжал на это место. Но дымка закрывала Великую гору. На четвертый день Николай уехал обиженный и во время дороги даже не повернулся взглянуть на уже открывшийся Арарат. Вот такой он загадочный и капризный Арарат. Говорят, довольно сложно застать его во всей красе и приезжать для этого лучше на рассвете. Но у нас же получилось совсем наоборот и уже вечерело. Но мы не сильно расстроились. Будет повод еще раз вернуться к нему. Арарат издавна считался символом Армении. Поэтому, когда в 20-х годах прошлого века между Арменией и Турцией от имени Советского Союза был заключен мирный договор, согласно которому вулкан оказался на территории последней, для армян это стало самой настоящей трагедией, с которой они не смирились и поныне. Поэтому герб Армении до сих пор украшает священный для всех армян вулкан, на вершине которого расположен библейский Ноев Ковчев. А землю вокруг горы армяне считают своей исторической родиной. Мы поднялись на горку возле монастыря Хор-Вираб и уже буквально в нескольких сотнях метров проходит граница с Турцией. Арарат входит в состав армянского нагорья и это самый высокий его вулкан. Предполагают, что Арарат проявлял активную вулканическую деятельность в третьем тысячелетии до нашей эры, поскольку под толщей лавовых наслоений исследователи нашли немало артефактов, относящихся к раннему бронзовому веку и остатки человеческих тел. После этого гора успокоилась и особой активности не проявляла. Большой Арарат появился около 3,5 миллионов лет тому назад. Его высота составляет 5165 метров над уровнем моря. Начиная с высоты 4200 метров, склоны вулкана покрыты снегами и ледниками. Малый Арарат расположен с восточной стороны от своего старшего собрата и появился значительно позже, 150 тысяч лет назад. Местные верующие на протяжении долгих столетий были убеждены, что гора Арарат священна и взобраться на ее вершину простым смертным не под силу. Существует легенда о том, что святой Яков трижды пытался подняться, чтобы увидеть и поклониться легендарному Ноеву ковчегу. Трижды засыпал он по дороге, после чего просыпался внизу вулкана. После последней попытки, к нему наконец явился ангел, который поведал о том, что смертным на гору Ноя подниматься категорически запрещено и сказал прекратить поиски ковчега, взамен чего пообещал принести фрагмент реликвии. Частица Ноева ковчега до сих пор должна находиться в Ачмиадзинском соборе, но мы не проверяли это утверждение. Однако альпинисты все же покорили Арарат, и сейчас сюда может подняться практически любой желающий. Мы только что направлялись в Гарни. Навигатор нам проложил кратчайшую дорогу. Кратчайшая дорога была через небольшие деревни, и, к сожалению, на одном из участков дорог мы не смогли преодолеть реку, через которую проходила дорога. Возвращаясь назад, мы встретили местного жителя, Сержа, который нам помог сориентироваться и сказал, что все сюда проезжают и здесь так же блутают, как и мы. Также он нам показал свои участки с персиковыми садами, свои виноградники, свои участки с клубникой. И сейчас экскурсия по сельхознаграждениям продолжается. Место, куда мы случайно заехали, называется село Гетазад. Здесь нам провели не только экскурсию по фермерским садам, где растут вкуснейшие персики и абрикосы, но и угостили от души ими. На своем языке, ну, очень цивилизовый народ, очень талантливый народ, как арбянин, хороший специалист. Ах, он не нахуй. Это говорит, количество есть, качество нет, да? Вот говорит, 40 миллионов населения, если государство с ними, понимаешь? У нас анекдотик, армянский анекдотик, да? Говорит, он сидит со своим самцем, бароном, играет в шахмат. Один идет и спрашивает, вот, брат, сколько еще, давай два дипоса менять, даже барона один партию играет. Фермер, которого звали Сержик, также показал нам местный комплекс для отдыха, весьма популярный, судя по количеству отдыхающих, а также небольшую сельскую часовенку, возле которой местные школьники установили огромные буквы армянского алфавита. Он сказал нам, что раз уж он владеет русским языком, то считает своим долгом рассказывать о своем крае забредшим сюда туристам и по возможности помогать. Нас он пригласил в гости, угостил кофе и показал верную дорогу в направлении Гарни. Но туда мы доберемся уже следующим утром и покажем в следующей серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok